Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. А куда подевалась Антифа? Не думали об этом? Теневая, тяжело вооруженная группа левых ополченцев, люди, одетые как штурмовики в черных масках. Вы, конечно же, помните их с лета 2020-го. Они тогда сжигали наши города. Церкви, полицейские участки и суды. Итак, целью совершаемого насилия, немалого насилия, были и убийства. Было победить Дональда Трампа. Устроить такой хаос в стране, чтобы избиратели захотели перемен. И они были эффективны в этом, настолько эффективны, что сама Камала Хэррис собирала им деньги на выход из тюрьмы. В итоге Антифа сыграла решающую роль в президентских выборах того года, большую, чем любые другие объединения избирателей. А потом, сразу после инаугурации Джо Байдена, Антифа куда-то пропала. Никто особо не интересовался, куда они делись, или даже кем они были, или кто им платит. Они сыграли свою роль и ушли. И оборачиваясь назад, становится ясно, кем были Антифа и остаются. Антифа — это оружие в руках несменяемого руководства демократов в Вашингтоне. Их задача — прийти, когда это политически необходимо. И хоть это и в новинку для США, но политополченцы — обычное дело для политиков третьего мира. На Гаити они повсюду. Но в нашей стране они есть только у одной партии, у демократической партии. У них одних на улицах есть вооруженное ополчение. И зная это, любопытно, что Антифа возвращается. И это, вероятно, не очень хороший знак для Джо Байдена. Так или иначе, но Антифа уже смещала действующих президентов. Вот репортаж Fox 5 из Атланты на выходных. Полиция арестовала шесть людей во время яростных протестов. Было повреждено несколько зданий и была сожжена дотла полицейская машина. Мы требуем правосудия! Я задыхаюсь! В субботу вечером центр Атланты был вернут в хаус. Когда протест перестал быть мирным, как минимум три здания были повреждены бунтовщиками, бросавшими кирпичи в окна. Пострадали минимум две полицейские машины. Одна даже загорелась. Полиция Атланты заявила, что они разогнали толпу только через два квартала после того, как началось. Шестеро были арестованы. Всех их обвиняют по восьми статьям, включая терроризм и поджог. Из них только один из Джорджии. Выпускайте психов! Кто-то и правда выпустил, и всегда есть повод. Они всегда расскажут вам целую историю, чтобы представить все случайностью. Так получилось! Все так разозлились! Что прилетели со всей страны, чтобы начать бунт. Итак, предыстория всего этого, которую покажут по ТВ, это парень по имени Тарту Гуида. Видимо, эколог Антифы, человек, использующий они-оно, как свое местоимение, решил пострелять в силовика, в Джорджии, и копы ответили стрельбой и убили оно. Вот история, которой они объясняют бунт. Вообще-то это не кажется логичным. Но все в СМИ говорят именно это. Особенно включая СНН. СНН даже обратилась к репортеру-фрилансеру Дэвиду Пайснеру за объяснением того, что именно произошло на выходных в Атланте. Посмотрите. Это вообще-то размывание понятия насилия. Уничтожение собственности — это насилие? Для кого-то, конечно, да. Но, знаете, эта идея, что битье окон и другие акты уничтожения собственности — это то же самое, что и насилие против людей. Это весьма опасно смещающий концепт. Вы продолжаете использовать это слово «насилие, насилие, насилие», и это создает впечатление в смысле насилия, которое... Единственные акты насилия против людей, которые я видел, это когда полиция задерживала протестующих. Почему каждый неолиберал разговаривает как профессор социологии в местном колледже? Никогда не замечали? Итак, вот Дэвид Пайснер, называемый CNN-репортером-фрилансером, объясняющий, что вообще-то это не насилие, так как направлено на собственность. Так что, когда они сожгут ваш дом, это не насилие. Это не насилие. Всегда одно и то же. Помните, когда Али Велше стоял перед горячим полицейским участком в Миннеаполисе и говорил, что протест, цитата, ну, в целом под контролем, конечно же, исключая догорающий позади полицейский участок? Или когда CNN говорила, что в бунтах в киноше были пожары, а все мирно, а там людей убивали? Да и сейчас говорят, но в этот раз вообще все спустя рукава. Этот репортер-фрилансер Дэвид Пайснер, которого вы только что видели по CNN, никакой он не репортер. Он профессиональный сторонник антифы. Он везде с ними ездит. И это не наши догадки. На этой неделе в Твиттере он собирал деньги для антифы, включая фонд Тарту Гуиты, несостоявшегося убийцы копов с непонятным местоимением. Это парень, которого CNN называет репортером-фрилансером. Друзья, напоминаю, что этот канал существует также на платформе Дзен. Приглашаю вас подписаться и там, хотя бы потому что выпуски на Дзене выходят на целый час раньше, чем здесь. И не забывайте, что поддержать проект и его команду вы можете на спонсор.ру. Все ссылки в описании и закрепленном комментарии. И вопрос не в лживости CNN. Они скажут что угодно. Вопрос, почему именно этот вид лжи? Почему те же люди, которые кричали вам о правах экстремистов, гуляющих по Капитолию, прикрывают местных террористов в городе, где они сами находятся? Не забывайте, это говорит CNN. И это тот CNN, чей всемирный головной офис в Атланте был уничтожен антифой в мае 2020-го после смерти святого Джорджа Флойда. Помните это? На случай, если нет. Вот запись. Правосудие! В этот день, в мае 2020-го, антифа даже вошла внутрь CNN-центра. Они разбили окна и вломились внутрь. И если вы CNN, то вы скажете так. Мы должны внести антифа в список неподдерживаемых. Мы просто не можем. Мы просто не можем покрывать людей, которые бьют окна нашего всемирного офиса. Но они покрывают. Все равно покрывают. Зачем им это? Потому что вообще-то CNN не левые. У них нет ни идеологии, ни убеждений. CNN в первую очередь всегда и полностью на стороне тех, кто у власти. Всегда. Вот причина их поддержки. На самом деле, они защищают не антифу, они защищают людей, кому антифа выгодна. И это демпартия. И если вы в этом сомневаетесь, то посмотрите на представителя Катрин Кларк из Массачусетса. Она ей. Катрин Кларк одна из самых старых демократов в Палате представителей. Она лидер меньшинства. Она та, которая так переживала из-за климата. Помните, она рассказывала, что ее детям снятся кошмары об этом, что не помешало ей купить дом на побережье за миллион. Но бог с ним. Итак, сын Катрин Кларк, Джаред Дауэл, бунтовал вместе с антифой в субботу в Бостоне. Он совершил акт вандализма монумента на Бостон Коммон, когда полиция пыталась арестовать его. Джаред Дауэл вместе с другими протестующими напал на полицию. У одного из полицейского кровь шла изо рта и из носа. О, это был ее сын. Итак, Катрин Кларк была, конечно же, вынуждена сделать по этому поводу заявление. И, кстати, хватит обсуждать ее личную жизнь, если вы знаете, какова именно личная жизнь людей, правящих демпартией, то вам будет гораздо легче понять их политику. Итак, Катрин Кларк сделала заявление и назвала своего сына, цитата, дочерью. Конечно. И написала, цитата, воспитание циклично, там и радость, и боль. Ну, знаете, это все часть цикла. Когда твой взрослый сын притворяется женщиной и нападает на полицейского, это вообще норма, это часть цикла. Да. Еще раз. Если вы в курсе их личной жизни, то вы поймете их политику. Это партия слабых мужчин и несчастливых женщин. В итоге, то, что мы имеем, это официальная поддержка терроризма на высшем уровне демпартии, а как иначе, еще раз, это их ополченцы. Это их разрешенные государством ударные войска, и их, по сути, нельзя критиковать. Итак, вас отправят в тюрьму за магазин на 10 патронов, а им можно делать все, что заблагорассудится. Мэри Гарланд и Кристофер Рей, руководящие ФБР, потрудились, чтобы каждый сторонник 6 января был посажен на годы, жизнь разрушена, им даже летать нельзя. А террористы из Антифы выпускаются чуть ли не сразу после ареста. На этой неделе, в Атланте. полиция арестовала 22-летнего сына-хирурга в Кенни Банкборт, Мэйн, по имени Фрэнсис Кэрролл. На случай, если вам любопытно, кто эти люди, то они пришли из главной демократической прослойки, которая, конечно, не меньшинство, не рабочие, это все не то. Главная прослойка демократов это высококлассные специалисты и их больные на голову дети. Этот парень вырос в поместье за 2 миллиона. Фотки его на отцовской яхте. Месяц назад он был арестован по обвинению в терроризме в Атланте, он нападал на офицеров полиции и терроризировал местных. Он в тюрьме? Нет! Он вышел сразу же! А потом он опять пошел на бунт Антифы. На этих выходных в Атланте полиция говорит, что Кэрол вышел и опять совершила акты терроризма, включая поджог. Итак, почему этот пацан, богатый пацан, вышел, а люди, пришедшие к Капитолию, в соответствии со своими конституционными правами, заявить о том, что вообще-то выглядело как махинации на выборах 2020-го. Они попали в тюрьму, но вы в курсе процента сторонников 6 января, переживших банкротство в физлице. Гораздо выше среднего. И это на самом деле рабочий люд. Очень раздраженный, не имеющий другого выхода и не услышанный никем в Вашингтоне. Это не оправдывает вандализм, совершенный некоторыми из них. Но это показывает, что это совсем другая группа людей. Они не ходят в Миддлберри или в какое-то еще медресе либеральных искусств. Они истинный рабочий люд. Но они в тюрьме, а богатенькие детки нет. Кто-нибудь попросит Мэрика Гарланда это объяснить? Кто-нибудь спросит, что это за антифа такая? Кто руководит группой? Сколько еще им надо возглавить бунтов, пока Нью-Йорк Таймс не заинтересуется? И не сделает пятисерийную документалку про кто это? Кто эти люди? Кто за это платит? Где они ночуют? Какова их история? Дайте нам что-нибудь про антифу. Они крупнейшие вооруженные ополченцы в Соединенных Штатах. И мы ничего про них не знаем. Почему? Потому что они в союзе с Демпартией. Но они говорят вам, что настоящая угроза это сельский избиратель. САЕР-15 штурмовым оружием! Вы должны обезоружить избирателей республиканцев! Нет, спасибо! Обезоружить? А когда вы пойдете и распустите антифу, примените к ним Рико, давайте узнаем кто их главари, давайте посадим их в тюрьму. А потом, может вы снизите уличную преступность и обратите внимание на наркокартели, контролирующие Юго-Запад Соединенных Штатов. И может тогда вы убедите кого-то зарегистрировать свои ЭР-15. Но пока вы это не сделали, пошли вы. Субтитры создавал DimaTorzok